Я заранее извиняюсь за свой голос сегодня, я буду говорить чуть тише, и он у меня будет скакать, потому что у меня сегодня была предзащита, я, естественно, к ней всю ночь писал всякие алгоритмы, чтобы показать побольше, вот, а когда так делаешь, то потом голос немножко нестабильный, вот, поэтому если что-то будет не слышно, говорите, будем повторять. Традиционно, в начале каждого семинара и в конце тоже, я буду спрашивать, есть ли у вас какие-нибудь вопросы по чему угодно, по организационным моментам, по материалу, по домашкам, в общем, по чему угодно, вот, организационный вопрос лучше оставить на начало семинара, но если вы чувствуете, что какой-то длинный вопрос по какому-то алгоритму, например, или по модели, лучше на конец, вот, есть ли какие-нибудь вопросы сейчас? Да, небольшой есть, насчет анаконды, подходит ли версия 19-го года? Я думаю, что да. Хорошо. То есть мы занимаемся изучением таких более классических моделей, которые особо, ну, наверное, за последние несколько лет не сильно поменялись, если бы там переходили в область глубинного обучения, да, там бы это было важно, потому что там модели развиваются очень быстро. Но с классикой нормально, я думаю, 19-й год пойдет. Так, хорошо. А, да, также напоминаю, что сегодня в 3.30 будет консультация под GitHub. Приходите или очень советую посмотреть в записи, потому что GitHub, как я говорил, очень важный инструмент, везде используется, и если устраиваетесь куда-то на стажировку, GitHub-ом владеть обязательно. После семинара я выложу инструкцию слэш-задание к нему, там нужно будет кое-что поставить перед консультацией, но там это делается быстро, поэтому нормально. А сегодня мы будем говорить про Pandas. Ну, хорошо, вопрос по домашнему заданию. Меня слышно? Да. Алло. Тут, в общем, в домашнее задание, в задании 2, там нужно будет написать функцию, которая работает с индексами на серии. И я в чате увидел сообщение, что работа с циклами вообще не приветствуется на курсе при сдаче домашних. Да. То есть, а есть какая-то, получается, команда, чтобы достигнуть индекса в массиве шейн-на-шоу? Есть, но это ваша задача ее найти. То есть, нужно сформировать правильный Google-запрос, и тогда можно будет найти. Да. Ну, то есть, ответ – да. Это можно решить через внутренние команды NumPy, но цель этой домашки, чтобы вы погуглили побольше и посмотрели, как это можно делать. Понятно. Спасибо. А можно такой вопрос? Вот на Mac, после того, чтобы скачать, как в прошлый раз показывали файл, вот, нажимаешь RAW, после этого что дальше делать? Скачать, когда сохранить как? Сохранить файл по ссылке как. Да, я сейчас еще раз это продемонстрирую, когда мы будем текущий семинар скачивать. Так. Значит, сегодня мы… Ага. Я объясню, почему. Потому что мне кажется, что семинар предыдущего года содержательно более подходит для такого введения в Pandas. Ну, то есть, там более содержательные примеры на базовые навыки с работой с Pandas. Семинар этого года такой, чуть-чуть более продвинутый, в том плане, что он как будто подразумевает уже начального знания Pandas, и там такие более продвинутые команды. Вот. Мы начнем с семинара прошлого года, его полностью разберем, там в конце задачки мы их порешаем. А семинар этого года вам остается самостоятельно посмотреть. Можно использовать его как подпорку для домашнего задания у Pandas, потому что там просто перечисляются команды, которые могут быть полезны. Так. Давайте я выключаю основное видео, включая демонстрацию экрана. Так. Мы в прошлый раз вроде как остановились на том, что… А, нет. Теперь нормально. Хотя нет. Ну, давайте я буду демонстрировать весь экран. Так будет проще. Сейчас я проверю только, да, что все включено. Все, все хорошо. Значит, семинар, который нам нужен, лежит в главном репозитории, ссылка на который есть в чатике. Нам нужен 2021 год, папочка Seminars, и здесь семинар 01 Pandas. Вот его мы и будем делать. Соответственно, в папочке 2022 по аналогичному пути есть семинар 02 Pandas. Это семинар этого года. Вот его нужно будет самостоятельно просмотреть. Там все решено, поэтому там просто можно прозапустить ячейки и посмотреть, какие команды где используются. Вот. Я на него ссылку потом тоже выложу, когда буду выкладывать решенный семинар. Еще раз, как скачать. Вот мы перешли на файл, который нам нужен по этому пути. Нужно правой кнопкой мыши нажать на кнопку «Уро» и нажать «Сохранить файл по ссылке» либо «Сохранить файл по ссылке». Так. Бам, файл скачался. Ну и теперь переносим его в удобное место. У меня это домашняя папка. Мы в прошлый раз обсуждали, что с домашней папкой работать удобно, потому что в Юпитере по умолчанию открывается именно она. Дальше нам нужно проконтролировать, чтобы файл скачался в нужном нам расширении, а именно в расширении IPIMP. Если он скачался в любом другом расширении, нам нужно это вложить вновь поправить и поменять расширение на IPIMP. Делается это вот так, как я сейчас делаю. На Mac захожу в «Дополнительные сведения» и меняю расширение. Почему-то у меня поменялось на TXT, а мне нужно на IPIMP. Странно. А, потому что у меня тут второй такой есть. Сейчас все. Ага. Кажется, что у меня неправильно поменялось. Хотя давайте посмотрим. Сейчас я посмотрю, если он открывается, то все хорошо, если нет, то неправильно. Если что-то прошло не так, можно просто заново скачать и заново поменять. Нет, у меня вроде все хорошо поменялось. Но вот чтобы не мучиться с этими изменениями, неизменениями, мы научимся скачивать с GitHub правильно, а не вот так. Так, ну все. Дальше стартуем Юпитер. Можно еще раз как найти домашнюю папку? Она у меня просто не отображается в твоей лице. На Windows или на Mac? На Mac. На Mac нужно выбрать переход домой. Где вот домой? Все хорошо. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Дальше мы запускаем Юпитер одним из методов, которые мы обсуждали до этого. Я это делаю через терминал, вводя команду юпитер ноутбук. Вы можете это сделать через Anaconda Prompt, либо через Anaconda Navigator. Тут, соответственно, открывается по умолчанию домашняя папка. Если вы сохранили файл куда-то и не можете сейчас быстро найти домашнюю папку, не страшно, файл можно перекинуть в нее средствами Юпитера, нажав кнопку Upload. Если у вас файл где-то там лежит, например, в загрузках, при открытии Юпитера можно нажать кнопку Upload, и здесь откроется стандартный файловый менеджер, можно будет выбрать тот файл, который вам нужен. И, соответственно, когда вы загрузите, он появится вот здесь в домашней папке. Хорошо. Так, давайте я параллельно открою чатик, чтобы его контролировать. Просигнайте, пожалуйста, что у всех получилось открыть семинар. Хорошо, спасибо. Так, 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 так. Хорошо. Значит, такая универсальная тройка пакетов, с которыми мы будем работать в курсе очень-очень много, это NumPy, Pandas и Matotlib. NumPy, соответственно, для работы с матричными операциями, мы его прошлый раз обсуждали, Pandas для обработки данных и Matotlib для визуализации. Ну и потом еще добавится четвертая библиотека Scalern, в которой будут собраны модельки, которые мы будем обучать. Pandas позволяет очень удобно оперировать с разными типами данных, поддерживая умную индексацию, похожую на NumPy, и все стандартные операции группировки, выведение дескриптивных статистик и так далее. Ну, в общем, все это дело посмотрим. В чем преимущество Pandas по сравнению, там, скажем, ну, не знаю, с тем, чтобы хранить данные в списках? Pandas, как и NumPy, написан в самом глубоком уровне на C, то есть исходники Pandas хранятся на C. Ну и, соответственно, Pandas частично основан на NumPy, который, в свою очередь, основан на C, частично на Python. Поэтому, когда вы делаете какие-то операции с большими объемами данных, всегда лучше использовать Pandas, потому что за кадром запустится очень быстрый код на C, и в результате операция займет малое количество времени. Если же делать это при помощи, например, перебором циклом по списку, то это займет большое количество времени. А вот Pandas быстрый, удобный, написан частично на C, поэтому в любом удобном случае лучше использовать его. Что нам здесь пишут? Практически то же самое, что я сказал, что здесь есть удобное чтение разных форматов данных, позволяет удобно работать. Но сейчас на все это дело посмотрим. Стандартный псевдоним для импорта библиотеки – это PD, и в документациях на Stack Overflow и вообще в комьюнити вы будете чаще всего встречать именно такой. Я, по-моему, ни разу не видел, чтобы он был каким-то другим. С какими форматами можно работать в Pandas? Но самый популярный – это, конечно же, CSV – Comer Separated Values. Расшифровывается. Как мы можем хранить данные, чтобы они занимали немного? Ну, по-разному. Формат CSV – такой более-менее универсальный формат, который хранит данные так. Вот у вас есть какие-нибудь названия колонок. Там, например, column1, column2. И дальше значения этих колонок. Ну, там, например, в первой колонке хранится какой-то текст, текст1. Во второй колонке хранится какое-то число, 32. И формат CSV позволяет хранить данные любого типа простым перечислением вот в таком виде. То есть, если у вас есть какие-то данные в формате CSV, и вы откроете этот файл в каком-нибудь текстовом редакторе или в Excel, например, то вы увидите там ровно такую картину. Каждая строчка – это просто значения, перечисленные через запятую. Ну, дальше с этим можно играться. Там делать CSV, то есть разделять не запятой, а табом. Можно разделять точкой с запятой, чего-нибудь еще придумывать. Но базовый формат вот такой. Ну, соответственно, очевидно, почему люди очень любят такой формат. Потому что тут нужно просто хранить, по сути, группы текстовых данных. А символы, они занимают не очень много в памяти. Поэтому очень большой файл можно сохранить в CSV, он будет весить не так уж и много. Но Pandas умеет работать с другими форматами. Например, поддерживается прямое чтение из Excel. Поддерживаются как старые версии Excel с XLS, так и новые с XLSX. Причем Pandas достаточно умный в этом деле. В том плане, что если у вас какое-то сложное форматирование таблиц в Excel, то Pandas, скорее всего, предложит какой-нибудь вариант по дефолту, который правильно это дело отформатирует. Но если нет, то всегда можно поменять. Ну и дальше там JSON и сочетывать обычные текстовые файлы. Но нам важны первые два формата. Они наиболее популярны. Это CSV и Excel. Так, что нам здесь пишут? Здесь нам подробно пишут про то, как работает функция Pandas.read чего-нибудь. Но мы это обсуждать подробно, наверное, сейчас не будем. Главное сказать вот что. Чтобы прочитать что угодно в Pandas, нужно ввести команду pd.read. И дальше здесь куча форматов, которые Pandas умеет читать. Соответственно, CSV и Excel – это два наиболее популярных, и ими чаще всего и пользуются. Дальше, если посмотреть на справку команды read.csv, то вот здесь есть все эти поля, которые там выше описаны. То есть здесь можно указать название колонок, как проиндексировать колонки, то есть какие дать им имена, сколько строчек пропустить и так далее. То есть здесь очень много разных моментов чтения настраивается. Если у вас файл с каким-то сложным форматированием, то здесь это все можно указать. Да, это действительно очень похоже на R, потому что в последние, наверное, лет 7 Pandas и R друг у друга перетягивают туда-сюда разные фишки. Поэтому там что-то сначала в Pandas было, R перетянул, потом в Deployer, например, какой-нибудь. Потом там что-нибудь придумали, перетянулось сюда. В общем, все вот так. Как показать подсказку? Ага, нужно зайти внутрь функции, для которой мы хотим подсказку, и нажать Shift-Tab. Вот я нажимаю Shift-Tab, появляется всплывающее окошко с документацией этой функции. И дальше можно нажать на стрелочку, и она развернется. Но, соответственно, развернутый вид вызывается командой знак вопроса. А так, Shift-Tab. Ну, хорошо. Датасеты, с которыми мы будем работать сейчас, они все классические, стандартные, хорошо отформатированные, нам поэтому здесь особо ничего указывать не надо. Наверное, по подсказке методов я ответил. Нет. А, понял. Да, чтобы вызвать автодополнение, нужно также нажать Tab. То есть вот я могу начать писать название команды, дальше я не помню, что мне нужно, нажимаю Tab, и появляется всплывающее окошко со всеми возможными функциями, которые мне доступны в данном модуле. Так вот, мы будем работать пока что с чистыми датасетами, которые легко читать, и поэтому, вот ниже здесь для нас заполнено, мы будем считывать CSV-файл, который лежит вот по такому адресу. Ну, удобно здесь, соответственно, можно вводить ссылки. Если это прямая ссылка на какой-то файл, то она автоматически скачается. Вот, единственное, тут нам написали, что разделитель, sep, separator, это точка с запятой, ну, потому что, видимо, данные там хранятся точкой с запятой, разделенные точкой с запятой. Все хорошо, нам скачался наш датасет, сохранился в переменную дата. Давайте посмотрим, что будет, если мы его выведем. Ага, выведется то, что называется Pandas DataFrame. DataFrame – это такая табличка, что у нее есть. Ну, у нее есть строчки, у нее есть столбцы. У каждой строчки, у каждого столбца есть свое имя. Вот это имена строчек, жирно выделены. Это имена столбцов, тоже жирно выделены. Строчкам и столбцам можно назначать произвольные имена. По умолчанию, если мы считываем так, как считали сверху, строчкам назначаются имена, соответствующие их индексу от нуля до количества наблюдений. Ну, то есть вот это вот имя первой строчки, оно равно нулю. Имя второй строчки – единица. Имя третьей строчки – двойка и так далее. Но теоретически здесь можно назначить любые имена. То есть я могу написать не 0, 1, 2 и так далее, а там, скажем, row1 текстом, row2, row3 и так далее. Мы там ниже посмотрим, как это делать. Аналогично со столбцами. Если в CSV-файле имеются названия столбцов, то они автоматически спарсятся. Если не имеются, мы можем их задать, как хотим. Либо они также по дефолту запарсятся от нуля до количества столбцов. То есть если бы не было имен столбцов в файле, который мы считываем, то здесь бы тоже стояло 0, 1, 2 и так далее. К этому нужно просто привыкнуть, что в Pandas и у строчек, и у столбцов есть имена. Ну и дальше здесь по столбцам, соответственно, располагаются данные. Данные могут быть разных типов. Где-то есть текстовые данные, где-то есть, судя по всему, бинарные данные, где-то есть категориальные данные, где-то есть числовые данные, как в H. Где-то есть пропущенные значения. Пропущенные значения обозначаются аббревиатурой none, которая расшифровывается как not a number. Если бы мы записывали сами, то после ссылки писали бы в header равно. Либо так, либо переназначили бы колонки. Как это сделать? Например, так, наверное, даже более удобно. То есть вот мы скачали какой-то непонятный датасет. Тут, например, 0, 1, 2 по колонкам и так далее. И дальше мы можем просто задать dataColumns равно и здесь указать название колонок в виде списка, которые мы хотим. Там 1, 2 и так далее. Вот мы это делать не будем, но колонки переобозначаются так. Если же мы просто хотим получить название колонок, то можно просто выбрать переменную dataColumns, и нам выведется список с названием колонок. А вот при скачивании файла вот этого, он, получается, сам определяет, какой тип данных в каком столбце? Да, и мы ниже посмотрим на это. Но, естественно, если тип данных неправильно определился, его можно поменять. Вот. Но так он автоматически старается догадаться, что это за тип, и подстраивает его. Так. Нам ниже пишут, что мы скачали данные Titanic, и это один из двух супер-супер классических датасетов, которые используются в машинном обучении. Для задач регрессии, хотя и классификации тоже, используется датасет Titanic, который содержит, соответственно, данные по выжившим и не выжившим пассажирам с Титаника. И второй датасет — это датасет Ирисы, который содержит данные о различных видах ирисов, о трех. Ну и, соответственно, второй датасет про ирисы применяется для решения задач классификации и для тестирования базовых алгоритмов, а Titanic можно как для задач регрессии, так и задач классификации. Так. Давайте посмотрим, что означают столбцы в датасете, потому что вот мы его откуда-то скачали, мы не знаем, что это за столбцы, но когда мы чего-то не знаем, мы просто идем и гуглим, то есть Titanic датасет. Титаник очень популярный классический датасет, соответственно, для него описание есть и не одно, то есть колонки в файле могут как-то меняться, там в зависимости от итерации датасета, но мы всегда сможем, я думаю, найти нужное описание, потому что у Титаник это очень популярная вещь. Вот. Сейчас мы перешли на сайт Kaggle, на котором проводятся соревнования по машинному обучению, и давайте на следующем, наверное, семинаре или через семинар про Kaggle подробнее поговорим, потому что это такая важная платформа для всех машин-лернеров, но можно сказать пока так вкратце, что на Kaggle выложено достаточно много датасетов и достаточно много соревнований по машинному обучению. И некоторые из них платные в том плане, что можно в них участвовать, и если занять хорошее место, то можно получить денежный приз. Вот. Есть бесплатные соревнования, много разных. В данном случае Kaggle нам полезен тем, что к каждому соревнованию и к каждому датасету обычно приводится подробное описание данных. Вот, например, это описание датасета Titanic, и мы можем посмотреть здесь описание, соответственно, данных, перейдя в колонку data, и нам здесь написано, что есть что. Датасеты на Kaggle обычно проверены и достаточно хорошие, поэтому этому описанию можно доверять. Ну вот нам пишут, что здесь есть переменная survival, которая показывает, выжил ли человек или нет. 0, соответственно, если нет, 1, если да. Класс пассажира, 1, 2, 3, пол. Возраст в годах, количество либо братьев-сестер, либо супругов. Ну то есть суммируется количество братьев-сестер-супругов. То есть близких людей одного возраста, ну примерно одного возраста, что и пассажир. Количество родителей и детей на борту, номер билета, цена, которую пассажир заплатил за билет, номер кабины и порт, в котором пассажир сел на Титаник. Тут, соответственно, может быть 3 значения, ну вот 3 города. Чербург, Квинстаун, либо Сауфгэмптон. Ну и там дальше подробно, может быть, приведено более подробное описание данных. Когда, соответственно, мы сталкиваемся с новым датасетом, нам всегда сначала нужно понять, что это за датасет, краткое описание его прочитать, ну там выше, вот оно дуно, и понять, с какими переменными мы работаем. То есть что означает каждая переменная. Мы это поняли. Так, ну хорошо. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим, что нам предлагают дальше. Ну дальше нам предлагают поанализировать этот датасет. Ну давайте проделаем это. Посмотреть первые строки можно при помощи команды head. По умолчанию она выводит первые 5 строк. Если внутри указать количество строк, которые мы хотим вывести, выведется ровно такое количество строк. Например, я хочу 9 строк, но вот 9 строк и вывелось. Аналогичная команда, чтобы посмотреть конец датасета, это команда tail. Ну тут очень говорящие названия. Соответственно, по умолчанию это последние 5 строк. Если мы хотим побольше, ну укажем побольше. Там. Так, ну это может быть удобно, если, например, у вас какая-то большая таблица с данными, и если мы просто выведем ее, то выведется, я не помню, сколько по умолчанию, наверное, ну вот здесь выводится, сколько получается, 5 в начале, 5 в конце. Ну, командой head можно вывести произвольное количество первых строк. Например, если вы производите какую-то обработку датасета, нужно посмотреть, правильно ли он обрабатывается. Вот просто можно быстренько посмотреть первые 10 строк и все понять. Так, ну если мы попросим тип, то это pandas.dataframe. Ну тут почему-то нас снова просят вывести, но неважно. Поговорим лучше про более важную вещь, а именно в pandas есть два типа важных объектов. Это, собственно, dataframe и то, что называется pandas.series. Каждый отдельный столбец является pandas.series. Когда несколько столбцов соединяются воедино и становятся таблицей, то объект приобретает тип dataframe. Мы про индексирование чуть попозже поговорим. Вот если я проиндексирую какой-то столбец, то, и попрошу его вывести, то он выведется вот в таком виде. Не в красивом запарсенном виде, как сверху, а вот в таком. Почему? Потому что индексированный столбец это не dataframe, а series. Если вы видите что-то, что выглядит вот как обычный текст, то это означает, что это series. Если же столбцов там несколько, они автоматически группируются в табличку и получается dataframe, который вот так красиво парсится. Почему это может быть важно? Потому что в pandas есть методы, которые работают только с series, есть методы, которые работают только с dataframe, а есть самые страшные методы, которые по-разному работают на series и по-разному на dataframe. И это создает, конечно, прецеденты для огромного числа ошибок. И тут, к сожалению, но я должен вас к этому подготовить, с pandas, скорее всего, вам придется провести много часов не очень приятных, потому что, к сожалению, pandas очень такой нестабильный в своем поведении. В плане, что иногда могут возвращаться series, иногда могут возвращаться dataframes, некоторые методы могут работать по-другому, некоторые методы могут менять числа в табличке, а некоторые могут возвращать копию и числа в оригинальной табличке не менять. Мы некоторые примеры этого сегодня посмотрим, чтобы быть подготовленными к этому, но готовьтесь к тому, что с pandas, скорее всего, с первого раза получаться что-то не будет, просто потому что где-то вернулось, например, series, а не dataframe, и какой-то метод среагировал не так, как вы ожидали. Но тут нечего делать, придется упорно по шагам смотреть программу и искать вот такие моменты. Да, можно позвать команду dataframe, которая преобразует series в dataframe. Так, хорошо. Что нам здесь говорят? Нам здесь дальше говорят, что dataframe мы можем создавать самостоятельно, не читая из файлов. Для этого есть много разных методов, и если мы посмотрим на документацию метода pd dataframe, то здесь нам напишут примеры, как это можно делать, тут их достаточно много. Но самый удобный такой на практике способ, который я часто использую, это вот ровно такой, который здесь написан. Внутрь pd dataframe можно передавать словарь, где ключи – это название колонок, а значение по этим ключам – это списки, содержащие данные в этих колонках. То есть если мы вызовем такую команду, то в переменную div у нас сохранится вот такой dataframe. Соответственно, это может быть удобно, если нам нужно, например, поработать не с данными, а сделать какую-нибудь, скажем так, общающую табличку. Тогда у нас по строкам, например, могут быть метрики, по столбцам метрики, по столбцам модели, и вот здесь результаты метрик на этих моделях. То есть, кажется, вы сегодня должны были на лекции обсуждать метод к ближайших соседей. Тогда я могу, например, по столбцам вывести, не знаю, значение accuracy и некоторых других метриков классификации, которые мы чуть попозже рассмотрим, по столбцам количество соседей, и вот здесь написать значение accuracy для данного количества соседей, для данной метрики. Так, хорошо. Это что касается создания dataframe'ов. Теперь про индексацию. Как я говорил раньше, у строчек и столбцов есть названия. Они называются на внутреннем пандасовском языке индексами. Соответственно, мы можем попросить индекс строк и индекс столбцов. Индекс строк выводится командой индекс, индекс столбцов выводится командой columns. Ну, то есть, на языке пандас индекс, на нашем языке мы понимаем, что это просто то, что у нас будет написано по строчкам жирным и по столбцам жирным. То есть, именно строк и столбцов. Вот это именно строк, соответственно, от 0 до 891. Вот это название столбцов. Ну и дальше здесь приводятся какие-то полезные функции, которые могут использоваться для получения информации от датасетов. Полезные... Давайте несколько из них протестируем. Такие, которые, я могу по опыту сказать, часто используются. D-types позволяет узнать типы колонок. Вот нам пишут, что там passenger id — это int, то есть целочисленное, survived — тоже int, целочисленное, а вот name — это object. Когда мы встречаем тип object, то, скорее всего, это означает, что это нечто строковое. Ну, то есть, какой-то строковый объект, либо какой-то другой, более сложный объект, тип которого Pandas не может однозначно определить. Ну, то есть, давайте здесь делаем лирическое отступление. Вот мы тут все время говорим про двумерные стандартные таблички, но, естественно, Pandas поддерживает множественные индексирования. То есть, если, например, у меня какие-то данные с какой-то сложной структурой, ну, например, у меня есть AppShow-приложение для того, чтобы заниматься анализом трекинга активности человека. И вот каждое наблюдение — это отдельный человек. Соответственно, тут у меня есть какие-то наблюдения за его общими характеристиками, которые долгое время не меняются. Вот там, например, возраст. Не то, что они не меняются, просто общие характеристики. Там возраст, пол, вес, рост и так далее. И есть показатели его активности, которые, например, хранятся в виде временных рядов. Запись происходит с какой-то частотой, например, каждые 5 минут или что-нибудь такое. В общем, у меня есть данные, которые просто характеризуют человека как одно число, и есть дальше в списке временных рядов. Я хочу все это дело представить в виде одного датафрейма. Ну, конечно, мы можем просто взять и распарсить каждое значение временного ряда как отдельную колонку. Так, в принципе, можно, и так делают. Но можем сделать более сложную структуру, а именно сделать множественное индексирование. То есть индекс будет сначала там название, порядковый номер человека, например, в датафрейме, а потом он будет разветвляться. И там для каждого человека еще будет дополнительный индекс, который будет представлять эти временные ряды тоже как мини-вот такие вот таблички. Это сделать возможно, но довольно, во-первых, муторно, во-вторых, сложно, в-третьих, с этим сложно работать, потому что рано или поздно мы все равно запутаемся в такой сложной системе индексирования. Вот, пандас это... Так что мораль такая, пандас это делать умеет, но очень не рекомендую это делать. Если у вас данные сложные структуры, то лучше написать отдельный класс датасета, который будет хранить и выдавать эти данные так, как вам нужно, и как это делать, мы обсудим на семинаре по объектно-ориентированному программированию. Вот, но чисто теоретически такая возможность есть. Так, возвращаемся к полезным функциям. Значит, D-Types позволяют посмотреть типы колонок. Дальше, что здесь есть? Здесь есть полезная функция fillNA, которая позволяет заменить пропущенные значения на те, которые нам нужны. Давайте посмотрим, какие параметры она принимает. На что мы можем заменять пропущенные значения? Ну, мы можем заменять на какое-то скалярное значение, например, на минус тысячу. Мы можем заменять по какому-то правилу, передав словарь, либо передать этот же словарь в виде series или dataframes. В общем, можем передать просто число, которое заменит все пропущенные значения на это число, или передать правило, по которому мы будем заменять пропущенные значения. Есть и более сложные стратегии замены пропущенных значений, например, заменять на среднее по столбцу или на медиану, или на какую-то другую дескриптивную статистику. Я думаю, мы это подробно обсудим на семинаре про линейную регрессию. Но пока что важно знать, что такой метод есть и позволяет заменить пропущенные значения. Метод, который с ним соседствует, это drop-an-ay, который просто берет и выкидывает пропущенные значения. Если мы вызовем это к дев, который был там нашим маленькой таблицей, то здесь ничего не изменится, потому что в ней нет пропущенных значений. А вот если мы применим drop-an-ay к нашим данным по Титанику, то у нас останется всего 183 строки. Изначально у нас было 891 строка. Ну, соответственно, если хотя бы в одной колонке есть пропущенное наблюдение, то эта строка была выкинута из датасета, и вот осталось всего 183 строки. Тут важно сказать вот про что. Там чуть подробнее, поэтому тоже ниже поговорим, но уже здесь можно показать, что Pandas иногда возвращает копии объектов, а иногда меняет сами объекты. Когда мы вызываем методы fill-an-ay и drop-an-ay, то возвращаются копии объектов, то есть создается копия тета-фрейма, из нее выбрасываются пропущенные значения, строчки с пропущенными значениями, и возвращается соответствующий результат, соответствующий новый тета-фрейм. При этом оригинальный тета-фрейм не меняется, то есть если мы позовем нашу старую переменную с датой, то в ней так и останется 891 строка. К сожалению, и это к разговору о нестабильности поведения Pandas, нет общего правила, когда возвращается копия, а когда меняется оригинальный объект. в каждом случае это может быть немножко по-разному, и тут нужно только экспериментировать, запоминать, смотреть документацию, такие способы. То есть общего правила, когда возвращается копия, и оригинальный объект не меняется, а когда изменяется оригинальный объект, нет. Как это обходить безопасным образом, чуть ниже посмотрим. Так, но давайте дальше пройдемся по каким-нибудь полезным функциям. Про это мы посмотрели, про индексы, про columns. Соответственно, можно позвать значения датасета, можно транспонировать датасет, его можно сортировать по нужным нам колонкам, причем не только по одной, а по нескольким, то есть сначала по колонке А, потом для сортированных значений колонки А, по колонке Б и так далее. Ну и копировать DataFrame. При помощи команды копия, вот про нее чуть ниже поговорим тоже. Столбцы. Можно выбирать следующим образом. Во-первых, просто написав название столбца. Так, давайте, чтобы у меня был перед глазами. Вот он. Ну, например, я хочу, чтобы мне вернулся столбец PassengerID. А это капюшу, PassengerID. Вот мне возвращается Series, в котором хранятся значения PassengerID. Второй вариант синтаксиса через точку. Просто позвать точку PassengerID. Вернется ровно то же самое. Эти два индекса эквивалентны. И два способа индексирования, вернее, эквивалентны. И единственное различие возникает, когда вы пишете код в пай-файлах. Там, например, какой-нибудь класс обработчик данных, там считывается внутри DataFrame. Там Python может начать ругаться, что у переменной, которая отвечает за ваш DataFrame, нет поля с таким названием. Поэтому, когда вы пишете в пай-файлах, то лучше всегда писать вот так, чтобы интерпретарь Python лишний раз не ругался. Но если мы это делаем в интерактивных вещах типа тетрадки Юпитера, то можно и так и так обращаться к нужным нам колонкам. Ну, соответственно, если несколько столбцов, то просто передаем список. Ну, и там дальше просили head от возвращаемого DataFrame. Нам возвращается head. Все эти методы возвращают... Нет, здесь я не уверен. Здесь мы потом чуть ниже посмотрим. Скорее всего, пока отвлечемся от того, что я хотел сказать. Значит, здесь возвращается... Да. Можно хватить такую систему, по признаку определенных, то есть, допустим, всех мужчин или всех, кто выжил. Да, умное индексирование поддерживается. Сейчас к этому дойдем. Там это чуть ниже есть. Так, ну здесь зачем-то принты даны, но принты запринтят. Это понятно. Давайте смотреть дальше. Да, нам здесь говорят, что пандасовские DataFrame очень бодро ложатся на концепцию машинного обучения, обучения моделей машинного обучения, потому что что нам нужно для обучения модели. Нам нужна табличка данных, в которой по строкам будут наблюдения, по столбцам будут признаки. Ну, пандасовский DataFrame идеально подходит в эту концепцию, потому что вот у нас по строкам наблюдения, по столбцам признаки. Если мы хотим выкинуть какой-то из столбцов, например, это происходит, когда нам приходит DataFrame, и мы хотим изъять из него зависимую переменную, ту, которую мы будем потом предсказывать, а все остальные оставить, то мы можем вызвать команду, то мы можем это сделать командой drop. Пишем DataDrop и название переменной, которую хотим удалить. Если хотим выкинуть несколько переменных, достаточно поставить список и перечислить все переменные, которые хотим выбросить. Здесь есть один нюанс. Обязательно прописать ось, вдоль которой мы выкидываем. Если мы выкидываем колонки, то это всегда будет ось 1, ну, то есть ось признаков, потому что по умолчанию, так как и строки, и столбцы именуются, команда drop будет искать имя survived в строке, и если найдет, выкинет строку с именем survived. Чтобы drop искала название столбца, нам нужно явно указать, что мы хотим, чтобы искалось по столбцам. Простите, а один в данном случае это указание именно, что у нас столбцы? Да. Axis 0 это строки, Axis 1 это столбцы. Спасибо. Ну, соответственно, можно создать, как это называется, объемные датафреймы, в которых будет большее количество строк, но это довольно сложно и муторно, но такой функционал тоже есть. Так, тут говорится о том, что вот эти команды не меняют оригинальный датафрейм и возвращают нам измененные копии, но, как я еще раз сказал, так происходит не всегда и поведение довольно нестабильное. Давайте сначала посмотрим на умное индексирование, а потом поговорим про эти нестабильности. Значит, чтобы индексировать, в Pandas есть два стандартных метода индексации. log, который позволяет индексировать по названиям строк и столбцов, и log, который позволяет индексировать по числовым индексам строк и столбцов. Ну, то есть, каждая строка и каждый столбец имеет название, и если мы хотим заиндексировать по названиям, мы используем команду log. Ну, то есть, я могу написать data log, там, например, все строчки, но только переменной столбца parch. Вот мне вернется то, что мне нужно. Ну, тут, соответственно, можно делать всякие интересные вещи, типа индексировать только с третьей по четвертую строку, с третьей по четвертой строки, или там другие строки, но в любом случае, если у вас появляется название переменной, вернее, название столбца или строки, то нужно использовать команду log. Если же название нигде не используется, то есть, внутри стоят только числа, и вы индексируете только по индексам, ну, то есть, делаете обычную индексацию, как в NumPy или в списках Python, то нужно использовать команду e-log. И внутри указывать порядковые индексы строк и столбцов. Ну, например, я хочу изъять из датафрейма строки с восьмой по десятую и столбцы со второго по пятый. Ну, вот, командой e-log я могу это сделать. Log и e-log будут ругаться, если мы будем пытаться миксовать то, что стоит внутри. Ну, то есть, если я попробую запустить команду e-log от парч, то мне будет выдана ошибка. И в этой ошибке, ну, тут могут быть разные тексты, да, сейчас пролистаю, разные тексты, но суть такая. Log и e-log нельзя смешивать. То есть, если у вас есть хотя бы одно обращение к столбцу или к строке по имени, то это команда e-log. Дальше возможно миксование. Иногда это работает, иногда не работает. Тут опять нестабильность небольшая. Если у вас только числовые индексы с восьмую по десятую строку, со второго по пятый столбец, только команда e-log. Если попытаться замиксовать, скорее всего, появится ошибка. Вот, поэтому если у вас появляются ошибки, в которых непонятно, что вообще происходит, там какой-то непонятный текст, то, скорее всего, где-то произошло смешение лока и e-log. И посмотрите, внимательно проверьте, не случилось ли этого. Так. Можно вопрос? Да. А у нас получается, лок он выводит включительно до 98, а e-log он не включительно до конца. То есть он десятую не вывел. Так, давайте смотреть. Нет, это десятая строчка, потому что здесь индексация с нуля. Ну, то есть тут ровно как обычная индексация в питоне с восьмой по десятую строчку означает восьмая и девятая строка, которые на самом деле девятая и десятая строка, потому что индексация с нуля. Вот. Так. Это может быть немножко запутанно, тут нужно просто поиграться с индексированием. Но это обычное индексирование, как в питоне, то есть тут не включительно. С восьмой по десятую означает восемь и девять, но на самом деле это девятая и десятая строка, потому что индексация с нуля. Так. Хорошо. Дальше можно делать то же самое, что мы делали на прошлом семинаре в NumPy, а именно указывать всякие условия внутри квадратных скобочек. Ну, например, мы хотим вывести только все строки с четными индексами. Ну вот, мы тогда просим команду ilog и внутри прописываем условия на то, чтобы все индексы были четными. Давайте посмотрим опять, что выдаст только условия. Мы ожидаем, что должен вернуться вектор значений true-false. Так и происходит. Соответственно, просто ввод данного условия вернет нам бинарный вектор, где единички или true будут стоять на местах, где условие верно, нолики или false будут стоять на местах, где условие неверно. И если мы передадим такой бинарный вектор внутрь iloka или loka, то нам проиндексируются только те строки, в которых стоит true, то есть которые соответствуют условию. Ну и здесь дальше можно совмещать всякие разные интересные индексирования, там производить какую-нибудь умную фильтрацию. Сейчас посмотрим, может, там есть ниже на это упражнение. Ух ты, какой он длинный. Так, давайте его уберем, чтобы не мешался. Так, что здесь нам говорят? Ах да, нам говорят, что индекса можно менять и в качестве колонки, в качестве индекса использовать какую-нибудь колонку из нашего датасета. Ну, например, нам так может быть удобно. Для этого используется команда setindex и указывается название колонки, которую мы хотим использовать как индекс. Давайте выполним и посмотрим на результат. Ну вот, теперь название строк у нас соответствует значениям колонки name. То есть это уже не 0, 1, 2, 3, 4, 5, как было до этого, а каждая строка имеет свое имя. Там, например, у первой строки имя browned mr.owen.harris. Если мы теперь захотим обратиться к строкам, то нам нужно вводить, по именам, то нам нужно вводить новые названия индексов. Вот, мне вывелась, соответственно, первая строка, потому что я ввел ее имя в команду log. Если же мы попросим log от единицы, то нам выдастся ошибка, потому что строки с именем 1 в датафрейме больше нет. Теперь тут есть только строки с именами, соответствующими именам пассажиров. Вот, поэтому здесь выдается ошибка. Дальше у вас должен возникнуть вопрос, а почему произошло так, что теперь поменялся оригинальный датафрейм? Ну, то есть, если мы теперь попросим вывести датафрейм оригинальный, то у нас изменение, которое мы здесь внесли, стало перманентным. Ну, то есть индекс теперь постоянно будет по именам пассажиров. Это произошло из-за того, что мы указали внутри команды параметр inPlace равный true. Если мы пишем внутри команд inPlace равно true, то это означает, что нужно вернуть не копию, а нужно поменять оригинальный датафрейм. Некоторые команды в Pandas это поддерживают, некоторые не поддерживают, ну и обращаться с этим нужно очень аккуратно. Если произойдет какая-то неожиданность и что-то поменяется неправильно с inPlace равно true, то дальше все может пойти наперекосяк. Вот, поэтому для такой большей проверки лучше все-таки возвращать измененную копию, делать какую-нибудь дополнительную проверку, чтобы все вернулось правильно, и затем продолжать работать с этой копией. Но если вы уверены, что все правильно, то можно писать inPlace true. Другие команды, которые это поддерживают, будет, ну например, та же команда drop, которую мы обсуждали до этого, то есть если я здесь напишу, что я хочу дропнуть переменные name и переменную пола вдоль оси 1, то есть признаков, и inPlace true, то у меня изменится оригинальный датасет, и из него удалятся переменные, соответствующие имени и полу. Но обращайтесь с осторожностью. Спросите, а как еще раз делать копию? Копия – это то, что возвращается при выполнении команд, при выполнении некоторых команд. Ну то есть если мы выполняем какую-нибудь стандартную команду, типа пишем, ну вот drop без inPlace true, сейчас давайте новую строчку, чтобы не запутаться. Вот если мы напишем что-нибудь вот такое, passenger id access равно 1, то нам по умолчанию, что произойдет? Нам по умолчанию вернется копия, то есть панда создаст копию оригинального датафрейма, выкинет из него passenger id и вернет измененную копию. При этом оригинальный датафрейм не поменяется, то есть в оригинальном датафрейме все еще есть passenger id. Если же мы хотим, чтобы поменялся оригинальный датафрейм, то нам нужно написать inPlace равно true, и если мы так сделаем, то вернется не измененная копия, а изменится сам оригинальный датафрейм. Соответственно, если мы хотим, чтобы вернулась копия и поменялся оригинальный датафрейм, то мы можем вернуть копию и сделать здесь какие-то changed data. Вот у нас вернется измененный датасет, есть какие-нибудь проверки, и потом просто сказать, что наша дата – это changed data. И, соответственно, переназначить и работать уже с измененным датасетом. Так, давайте посмотрим, возвращается ли по дефолту копия. Ну, это вот вопрос стабильности и нестабильности. Вот в этих методах, которые мы здесь рассматриваем, да, по дефолту возвращается копия, но есть много других методов, и особенностей индексирования, где непонятно, что делается по дефолту. Может возвращаться копия, а может меняться inplace, ну, то есть оригинальный объект. Вот в этих стандартных методах почти всегда будет возвращаться копия, если не прописать inplace true. То есть, скорее, ими можно безопасно пользоваться в плане того, что будут возвращаться копии. Но если это какой-то нестандартный метод, то лучше перепроверить и посмотреть, что будет возвращаться. Меняться оригинальный датасет или копия. Name удалилась из столбцов. Индекс за столбец не считается. Индекс – это просто вот этот жирный столбец слева, который содержит название столбцов. Он столбцом не считается. Столбцами считаются только вот то, что справа от индекса. Из этого множества столбцов Name удалилась. Так, 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 так. Хорошо. Ну, про это мы все поговорим. Да, здесь нам сказали. О, да, хорошо. Здесь нам предлагают скачать еще какой-то датасет, который называется Agaricus lepiotta. Но учитывая, что он хранится в папке mushroom, то, скорее всего, этот датасет – какие-то грибы. Давайте, раз мы не знаем, что это за датасет, мы его погуглим. Ага, и здесь нас перебросят на второй сайт, которому также можно доверять в плане скачивания данных и просмотра информации об этих данных. Это сайт UCI, Machine Learning Repository. Здесь также выложено огромное количество датасетов, как и на Kaggle, с описанием. Вот, и здесь нам говорят, что датасет, который нам там предлагают скачать – это датасет с грибами. В нем 22 колонки. Ну, можно почитать, что каждая колонка означает и что означают буквы, стоящие в этих колонках. То есть это, скорее, категориальный датасет, то есть все данные закодированы какими-то буквами. Тут у меня есть цвет шляпки, цвет ножки и так далее, и так далее. Хорошо. Если мы его скачаем, ну и здесь указывается header none, но значит, скорее всего, там хедера нет. И посмотрим на колонки скаченного датасета. то, как я и говорил, это будут просто циферки. Ну, то есть по умолчанию, если названия колонок неизвестны, то Pandas индексирует и столбцы, и колонки, ну, вернее, назначает им имена просто числами от нуля до количества. Ну, мы можем переобозначить колонки, как нам удобно, как я выше это показывал. То есть здесь в качестве колонок мы генерируем список, который задает название колонкам call какая-то, от нуля до 22 получается, и назначает колонкам соответствующий список. Так, хорошо. Сейчас я немножко крутану вниз и посмотрю, что тут происходит. Ага, давайте вот прежде чем дальше перейти, посмотрим на вот эти моменты с индексацией, про которые я говорил. Вообще, говоря про работу с копиями и оригинальными объектами в питоне. Ну, вы, наверное, проходили в прошлой итерации курса, которая была в первом семестре, что высокоуровневые объекты в питоне зачастую хранятся в одном месте, и поэтому если мы их меняем, и поэтому если у нас есть два объекта, которые ссылаются на одно место в памяти, и мы меняем один, то поменяется и второй. А низкоуровневые типа чисел хранятся в разных местах. Ну, то есть, например, если у нас есть высокоуровневые объекты, типа список, и мы создаем вторую переменную, которую приравниваем этому списку, то, естественно, они между собой будут одинаковые. Более того, если мы попросим место в памяти, где лежат эти переменные, в питоне это делается командой ID, мы увидим, что в памяти они лежат в одинаковом месте. Соответственно, если мы поменяем теперь один высокоуровневый объект, то поменяется объект, лежащий по этой позиции в памяти, и второй высокоуровневый объект тоже поменяется. Ну, например, если я хочу добавить в список B новое число, и теперь выведу мои списки, то поменяется и оригинальный список, хотя мы его не трогали, и измененный список. То есть высокоуровневые объекты в питоне обычно меняются, ну, вот то, что называется in-place. Ну, в питоне это сложно. Да, в целом, когда мы создаем высокоуровневый объект, он создает ссылку на объект. Но тут, ладно, я не буду в это глубоко вдаваться, но в целом, да, вот это, это ссылка на то место в памяти, где лежит список. Но если мы сейчас… Ну, ладно. Да, это ссылка на место в памяти, где лежит список. Вот, поэтому если мы меняем второй объект, то мы меняем оригинальный список. Соответственно, в Pandas может происходить то же самое. То есть, когда мы изменяем что-нибудь, может как будто бы вернуться копия, но на самом деле поменяться оригинальный объект. Ну, давайте посмотрим, например, индексирование, соответственно, который меняет оригинальную таблицу и который не меняет оригинальную таблицу. Значит, пример, который не меняет оригинальную таблицу. Давайте создадим какую-нибудь таблицу. Вот наша табличка с не очень сложной структурой. И если мы теперь, соответственно, назначим, например, создадим какой-нибудь объект, который получим путем индексирования этой таблицы при помощи команды ilog, ну, например, давайте мы возьмем первые две строки и все столбцы. Посмотрим на нашу переменную a. Ну, нам выведется то, что мы и ожидаем. И теперь изменим какую-то позицию в этой новой таблице. Например, на место, на позицию 0,0 назначим число 100. Вот, и посмотрим на то, что произошло. Но новая таблица, естественно, поменялась, потому что мы назначаем на индекс в ней число новое число, а оригинальная таблица не поменялась, потому что команда ilog в данном случае оказалась безопасной командой, которая ничего не поменяла. К сожалению, не все индексирование в пандасе такое безопасное. Ну, например, пример, который меняет оригинальную таблицу. Значит, давайте снова создадим нашу табличку df. Так. И затем, например, индексируем первый столбец простым индексированием, которое мы писали в начале. То есть вызовем series. И затем в этой series назначим на первую позицию какое-то другое число. Series, естественно, поменяется, но при этом неожиданно поменяется и сам dataframe, который мы изменяли. То есть теперь это уже не на первой позиции стоит уже не единица, как это было до этого, а наше измененное значение. Хотя как будто бы здесь вернулась копия. Но на самом деле здесь всего лишь создалась ссылка на соответствующее место в памяти, как это было там наверху со списками. И мы поменяли значение оригинального объекта по ссылке. Как раз про эти нестабильности я и говорил. Их в пандасе, к сожалению, очень много. И как это rule of thumb, такого общего правила, что когда как работает, к сожалению, нет. В разных случаях может работать по-разному. Поэтому, если вы не уверены в каком-то типе индексирования или в какой-то команде, вернет ли она копию или поменяет объект оригинальный, то есть безопасное копирование. Безопасное копирование действует так. Ну, у нас есть наш DataFrame. Давайте мы его создадим. Если, соответственно, мы хотим делать какое-то безопасное действие, ну, все очень просто. Мы просто сделаем новую переменную команды dfcopy. Bums. Меняем что угодно в dfcopy. Bums. Ну и смотрим на результат, который получится. Соответственно, так как мы создали новую переменную при помощи безопасного копирования, команда copy делает безопасное копирование, ну, то есть сохраняет полную копию DataFrame в другое место в памяти. Соответственно, все изменения, которые вы производите с этим новым DataFrame, оригинальный DataFrame оказывать на него влияние не будут. Соответственно, мы здесь можем сделать что угодно с переменной a, получить то, что нам нужно. И затем, если мы хотим применить эти значения к оригинальному DataFrame, то мы просто говорим, что df – это a. Вот это же, кажется, просто встроенный метод Python, да? Копия. Он для любых объектов. Он в самом языке зашитый. Это хороший вопрос. То есть, да, в метод Python копии есть, но есть и дип-копии, и другие виды копирования, в зависимости от того, что мы хотим. Я не уверен, переобозначен ли он в Pandas или нет, ну, или он просто ссылается на оригинальный метод Python. Ну, скорее всего, мое опыта зрения, я не уверен, нужно смотреть на GitHub документацию Pandas. Ну, вернее, сходу по Pandas там. Ну, это просто property, то есть он у класса прописывается там с ключом. Ну, то есть можно самостоятельно написать, что происходит там при команде копии, что оно возвращает. Вот, да, я про это и говорю, что я не уверен, переобозначен ли он в Pandas или нет. То есть надо смотреть код. Вот, то есть это может быть и стандартный метод, ну, то есть ссылка на стандартный метод, и переобозначенный разработчиками Pandas. Так, хорошо, с безопасным индексированием разобрались. Соответственно, если вы не уверены в чем-то в индексировании, лучше всегда делать через копирование. Но тут как бы проблемы этого метода очевидны, что мы создаем внутри оперативной памяти еще одну копию. Если у нас мало оперативной памяти, то так делать не очень хорошо. Но, с другой стороны, на современных компьютерах с маленькими датасетами это не то, чтобы большая проблема. А с огромными датасетами мы работать не будем. Вот, поэтому на первых порах, если вы не уверены, пожалуйста, используйте безопасное копирование. Так, ну, дальше давайте посмотрим на дополнительные штуки, которые можно делать с датафреймом. Можно вызывать описательные статистики, причем введение команды describe. Здесь там, соответственно, выведется по каждой переменной число значений, среднее, стандартное отклонение, и дальше минимальное значение, максимальное значение, и значение квантилий. Если мы хотим получить уникальные значения, ну, такой очевидный способ позвать команду set, а, мы удалили его, печально. Сейчас я перескачаю и переобозначу датасет. Бамс, все, теперь там все внизу должно работать. Вот, соответственно, позвать от значений колонки set, но я не видел, чтобы так кто-то делал. Обычно просто просят линьк, линьк, и, соответственно, выводятся уникальные значения. Также супер-супер удобный метод, когда вы работаете над практическими задачами, особенно, например, решаете задачу несбалансированной классификации. Это метод valueCounts. Его можно позвать у любого столбца и посмотреть, сколько наблюдений для каждой значений переменной. То есть в нашем датасете 574 мужчины, 312 женщин и 5 пассажиров, пол которых установить не удалось. Вот, valueCounts, соответственно, очень помогает, потому что мы сразу можем посмотреть, если вот несбалансированная классификация, что одной переменной у нас, например, тысяча значений, вернее, для одного класса у нас тысяча значений, а для другого, скажем, 50. Тогда мы сразу поймем, что здесь что-то не так, и нужно с этим что-то делать. Дальше. Ну, дальше тут используются такие более сложные функции, в которых нужно просто разбираться. Например, столбцы можно перекодировать при помощи функции map, либо применять к столбцу какую-то функцию при помощи функции apply. И есть еще третья функция, которую я сейчас забыл. Сейчас я посмотрю, есть ли она здесь. Нет, к сожалению, нет. В общем, есть еще третья функция, которая воздействует на data frame, и которая действует похожим образом, как apply, но воздействует на data frame. Я выложу после семинара, соответственно, ссылку на туториал по всем этим трем функциям. В целом, они делают одно и то же. Единственное различие между map, apply и вот той третьей, которую я не помню, это то, что некоторые из них воздействуют на data frame, а некоторые из них воздействуют на pandas series. Ну, соответственно, что сделает, например, функция apply? Что вообще этот код сделает? Мы хотим создать в нашем data frame новую переменную newH следующим образом. Мы хотим к переменной, к столбцу H, применить функцию следующего вида. Ну, здесь, соответственно, лямбда функция, вы должны были их изучать. И мы хотим каждому значению столбца H прибавить 100. Если мы теперь посмотрим на то, что получилось, ну вот, newH – это новая переменная, где к переменной H каждому значению прибавило значение 100. Так, 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 так. Ну и далее такая, наверное, одна из самых продвинутых функций и довольно непонятных с первого взгляда – это groupby, которая позволяет сгруппировать значения по значениям какой-нибудь переменной. Ну, например, команда groupby от переменной sex выдаст пандасовский объект, который представляет собой сгруппированные данные по переменной, обозначающей пул. Сам по себе этот объект не представляет какого-то значения, но у него можно вызывать значения по другим переменным либо считать дескриптивные описательные статистики. Ну, например, я могу попросить у этого объекта переменную возраста и дальше посчитать по ней какую-нибудь описательную статистику, ну, например, средняя. Тогда, значит, что здесь произошло? Сначала наши данные сгруппировались по переменной sex, и для каждого значения этой переменной, переменной, отвечающей за пол, мне выведется соответствующее среднее значение возраста. Ну, то есть это среднее значение возраста для женщин, это среднее значение для мужчин, ну и это среднее значение возраста для тех пассажиров, чей пол установить не удалось. Могу попросить, например, там максимальное значение или любые другие статистики, которые нам здесь нужны Здесь также работают команды apply Здесь просто более сложным способом считается средняя по переменной Но можно придумывать и более сложные функции, если мы этого захотим Что здесь дальше происходит? Дальше мы можем использовать эти методы для удобного парсинга Здесь приводится пример Как нам удобно распарсить столбец с именем и фамилией Если посмотреть, то имя и фамилия лежат в столбце name и разделены точкой с запятой Сначала идет фамилия, точка с запятой, потом пробел И потом имя Если мы хотим быстро и эффективно разделить имя и фамилию В данном случае, то мы можем просто вызвать функцию apply по столбцу name Разделить строковым методом по точке с запятой Взять первый объект, то есть фамилию И записать как значение нового столбца Если мы так сделаем, то в новом столбце появится значение фамилии Так, ну дальше здесь разные эксперименты с group by Тут все на ваше усмотрение Просто экспериментировать, читать различные описательные статистики И так далее, и так далее Тут что-то пояснять, наверное, не стоит Вот интересный вопрос, такой содержательный Как эффективно найти, сколько семей, в которых больше, чем 3 человека Ну, соответственно, мы можем просто позвать group by по семьям Не знаю, зачем здесь fair Давайте попробуем сделать это без fair А, ну понятно почему Вот, значит, позвать по семьям Затем посчитать количество значений в каждом столбце И попросить, чтобы их было больше трех Соответственно, без sum вернется просто вектора Бинарные вектора Где false будет стоять, где условие не выполняется True будет стоять, где условие выполняется И если мы по ним просуммируем То нам вернется количество наблюдений Соответствующих данному условию Так, ну fair здесь было Потому что, видимо, в fair нет пропущенных значений Мы это можем посмотреть Есть ли в data fair пропущенные значения Введя команду is a nay Соответственно, если это пропущенное значение То нам вернется true для соответствующего наблюдения Если не пропущенное, то вернется false Мы можем просто посуммировать, чтобы найти количество пропущенных значений Ага В столбце fair пропущенных значений нет Соответственно, просто для красивого представления Мы можем позвать этот столбец здесь Чтобы дать ответ на вопрос Какое количество семей, в которых больше трех человек А почему без fair он разделился на много столбцов? Потому что по умолчанию Когда мы зовем Что происходит? Вот здесь происходит группировка по фамилиям А затем для каждого По семьям, вернее А затем для каждого значения семьи У нас есть сгруппированные данные По остальным столбцам И если мы просто позовем команду count То выдастся ровно то, что выдавалось При команде count в самом начале А именно Значение для всех вот этих сгруппированных столбцов Вот Поэтому здесь выдается информация По всем столбцам Дальше Panda, соответственно А, ну мы про это уже говорили Про умную индексацию Единственное Если вы пишете несколько условий То их нужно обязательно брать в скобочки Потому что если этого не делать То Python не сможет автоматически понять Где заканчивается одно условие И начинается другое Начнет проводить странные бинарные операции Со значком i И в результате получится странный результат Вот Если мы хотим Наслаивать условия То обязательно каждое условие Нужно брать в скобочки Таким образом, чтобы просто вывести, например Датасет Очищенный Под наши условия Например, мы хотим вывести Чтобы у нас Была табличка Где Ну люди Только старше 10 лет То нам нужно вот написать Как вот в 96 строке Правильно? Да А почему до этого Когда вы показывали пример Ну когда вы только Показали про условия У нас не уводилась Табличка Где именно это было? В какой строке? Вот Про аккаунт Здесь Здесь же не полная табличка В итоге вводится Скорее подсчет Это потому что мы Через скобках Это указываем? Нет Потому что Мы сделали сам Сумма Ну и соответственно Сама по себе Сама по себе Эта команда вернет табличку Вот такую И дальше Мы к ней применяем Соответствующее условие Суммируем Но так вернется таблица Где индексы Это будут Соответственно Значения Как это? Фамилии А столбцы Будут нашими столбцами Окей Хорошо Но это не исходные же данные Правильно В таблице Сама сейчас Или нет? Да Это сгруппированные данные По каждой фамилии Окей Спасибо Можно тоже вопрос? Да Там вот В условии Пониже чуть-чуть Вот выше Которые С Амперсантом Там используют Побитовое И А почему? Не И Так устроен Pandas Скажем так В документации Они четко Прописывают Что всегда Следует Использовать Побитовое И Потому что Когда Pandas Переносит это На низкий уровень И переходит В C То будет работать Только Побитовое И Они Пишут Когда В каких Определенных Случаях Можно использовать And Но это нужно Делать очень Аккуратно То есть Там это только В специфических Случаях Я попробую Найти ссылку На эту страницу В документации Они там прям Подробно Это все Прописывают Вот Но В общем случае Чтобы все Работало Они сами пишут Нужно использовать Побитовое И Ну и соответственно Побитовое Или Тоже Так 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 Ну Давайте Сделаем задание Они тут сделаны Давайте притворимся Что они не сделаны И Сделаем их Просто Чтобы потренироваться То есть Вот это мы все Просто удалим Возможно У нас получится Какой-то другой код Ну Готовьтесь Что в домашнем Задании По Пандасу Будет Соответственно Примерно Что-нибудь Такое Будут задаваться Какие-нибудь Каверзные Вопросы Типа Вот какая Доля Семей В которых Минимальный Возраст Меньше 20 Вот что-нибудь Такое И нужно Будет Там Применять Такие Условия Группировки И так далее И так далее Вот На самом деле Это Тут такая же История Как С пределами То есть Сначала Все проходят Пределы Там Через Эпсилон-дельта Определения А потом Доходят до Лопиталия И начинают Просто лопиталить Здесь точно так же Сначала Мы будем давать Вам Экспериментироваться С такими Очень сложными Условиями Но в реальной Жизни конечно такое встречается Довольно редко И условия конечно Гораздо проще Чем в таких Вот Синтетических Заданиях Но через это Нужно пройти Чтобы Натренироваться Работать в пандасе Так Значит Что нас просят сделать Нас просят найти Долю семей В которых Возраст Меньше 20 Ну Хорошо Давайте Сгруппируем По фамилиям Потому что У членов Одной семьи Соответственно Одинаковая фамилия Соответственно Так мы их И будем искать Возьмем Из этого Сгруппированного Татасета Столбец Возраста Попросим Его Агрегировать По минимуму То есть Для каждой семьи Посчитать Минимальный возраст И затем Найти То количество Семей В которых Минимальный возраст Меньше 20 То есть Поставим условие На то Что минимальный возраст Должен быть Меньше 20 Так Давайте посмотрим Что вернется Ну Как мы и ожидали Значит По строкам У нас Сгруппированные Фамилии По столбцам У нас Соответственно H Для каждой Фамилии Соответственно Для каждой Семьи Минимальный И Индикатор Того Меньше Он 20 Или нет Давайте Это Просуммируем И таким Образом Мы найдем Общее Количество Семей В которых Минимальный Возраст Меньше 20 Ну И Дальше Мы Должны Поделить На Общее Количество Семей А как Это Можно Найти Ну Можно Просто Посмотреть На число Фамилий Которые На число Уникальных Фамилий То есть Попросить Там Так Сейчас Давайте Это сделаем Так Давайте Мы возьмем Family Столбец Ну И просто Попросим Количество Уникальных Значений Да Я Я удалил Все Решения Чтобы Мы Сейчас Делали Это Заново Ну То есть Для каждой Задачи Здесь есть Решение В той Титатке Которая На Гитхабе Вот Но Чтобы Поупражняться Я Это Все Дело Удалил А Здесь Вопрос В том Что Там В условиях Написано Только Семьи С детьми Или Это Уточнение Это Уточнение Да Я К этому Говорила Что У нас Разве Нет Деление Что Есть Семьи Без Детей На Титанике А Есть С Ними И Нужно Рассматривать Только Одну Группу Нет Здесь Это Уточнение Это Имеется Ввиду Что Можно Сделать По Другому Группируя Как-то По Детям Но То Что Минимальный Возраст Меньше 20 Означает Что В этой Семье Точно Есть Дети Потому Что Ну Видимо Детьми Считают Всех Кто Меньше 20 Вот Окей Спасибо Ну Вообще Хорошо Что Здесь Возник Такой Вопрос Потому Что Естественно Для Таких Непонятных Формулировок Каверзных Вопросов И так Далее Можно Сделать Разными Способами Можно Их Понимать По Разному Если В домашнем Задании Вы Садитесь С Такой Формулировкой И Вы Не Понимаете Что Именно Нужно Сделать Обязательно Пишите В чат Вот Потому Что Мы Тогда С Преподавателями Обсудим И Напишем Как бы Более Четко Что Здесь Подразумевается Да А вот Если бы Мы Делали Через Фильтрацию Можно Как задать Условие Что Мы Рассматриваем Только Те Наблюдения У которых Есть Дети Или Там Нет Вообще Отдельного Такого Столбика Здесь Проблема В том Что Дети Находятся Вот здесь В парче Здесь Находятся И родители И детей И родителей Не получится Поделить Потому что Здесь общее Число Детей И родителей Вот Поэтому Но видимо Только По возрасту Все Окей Вопрос Тогда я сам По себе Поснялся В домашке А ну Хорошо Вот Можно Еще Вопрос Да Я Может быть Прослушала Зачем Мы Unique Здесь Вставили Зачем Что Unique Зачем Ага Потому что Мы хотим Найти Долю Семей От общего Количества Семей А как Посчитать Общее Количество Семей Ну это Количество Уникальных Фамилий В столбце Фамилии Вот Поэтому Считаем Количество Уникальных Фамилий Это Соответственно Есть Количество Уникальных Семей Ну и Считаем Сколько У нас Уникальных Семей Просто Я подумала Что длина Уже Нам Покажет Нет Там Могут Пересекаться Фамилии Потому что Тут Например Могут Быть Наверное Муж И жена Среди Наблюдений Вот И тогда У них Будет Одинаковая Фамилия И там Ну соответственно У них Будет Например Одинаковое Значение Сип Это Они По отношению Друг с Другом Друг Другу Вот Фамилия Будет Одинаковая А Все Поняла Спасибо Так Какова Доля Выживших Пассажиров Из Класса 3 И Из Класса 1 Хорошо А Ну здесь Очень Просто Классы Это Уникальные Значения Переменной Какой 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 Чатик У меня Все Закрывает Пкласс Пкласс Вот я ее тоже ищу А вот она Все Переменный Пкласс Соответственно Первый Класс Это Самый Верхний Класс Ну то есть Самый Престижный Третий Класс Наиболее Непрестижный Ну соответственно Нужно просто Взять Сгруппировать По Значениям Переменной Пкласс Вызвать Оттуда Столбец Survived И попросить Среднее По этой Переменной Так как Survived От единички И нолики То Доля Равна Среднему Ну и вот Нам говорят Что в первом Классе Выжило 63% Пассажиров Во втором 47% В третьем 24% Какие у вас Есть идеи Как это можно Проинтерпретировать Почему в первом 63% А в третьем 24% Ну то есть Не сами числа Почему в первом Так много А в третьем Так мало Третий класс Снизу Находится Снизу тяжелее Выбежить Первый класс Приоритетнее Не эвакуировали Оба объяснения Правильные Да С одной стороны Ну естественно Первые места В лодках Доставались Пассажирам Первого класса Причем Ну не помню Тут мы это увидим Или нет Но когда-нибудь Обязательно Увидим Когда будем Строить Модельки Что Приоритет Сколько пассажиров Выжило А сколько Не выжило Ну это Совсем легко Здесь мы просто Хотим найти Среднее Попеременные Survived Упс Вот Соответственно Всего лишь 38% Пассажиров Выжило К сожалению Довольно мало Так Дальше Создайте Столбец Из Child Который равен Единичке Если возраст Меньше 20 И 0 Иначе Для пропущенных Значений Поведение Может быть Произвольно Ну хорошо Значит Новый столбец Как мы выше смотрели Создается Следующим образом Мы просто Индексируем DataFrame По названию Нового столбца И назначаем Сюда То Чем мы хотим Чтобы этот столбец был Если мы здесь Напишем Какое-то число Типа 8 То все наблюдения В этом столбце Будут равны 8 Ну это конечно Неинтересно Поэтому Мы хотим Чтобы там Были единички Если возраст Меньше 20 И 0 Иначе Ну хорошо Что значит Единица Если меньше 20 И 0 Иначе Ну это просто Бинарный вектор Где единица Там где Условия того Что возраст Меньше 20 Соблюдается 0 Если не Соблюдается Ну значит Так и сделаем Data H Меньше 20 Ага Здесь у нас Появились Соответственно False И int В принципе Это то Что нас просили Потому что False это нолик А Единица Это А true Это единица Но давайте Сделаем так Как нас Совсем Броют Чтобы были Единички И нолики Вот тут Я не помню Команду По-моему Нужно писать S-type Сейчас Если я схода Не вспомню То мы просто Ее погуглим Так S-type Где мы Да Все получилось Так 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 Да Ну все Теперь у нас стоят Нолики Единички Да Здесь еще есть Такой момент Что Вот Когда мы делаем Это так Как мы сейчас Здесь сделали То Pandas Может выдавать А может не выдавать Предупреждение О том Что мы меняем DataFrame InPlace Ну то есть Мы не создаем Копию Меняем И потом Переназначаем А меняем InPlace Это нормально Если вы уверены В том Что вы делаете Все правильное И результат Получается правильный На это Предупреждение Можно не обращать Внимания То есть Оно Очень часто Появляется На практике Оно просто Зашито Чтобы люди Понимали Что Датасет Меняется Ну меняется Сам датасет Вот А не его копия Но Если вы хотите Чтобы она не появлялась Нужно создавать Копию DataFrame И менять ее И потом Обратно Переназначать Ну в данном случае Никаких Предупреждений Не появилось Но Они могут Появляться То есть Если здесь Появится Красная Плашка Что Датасет Меняется InPlace Не переживайте Это нормально Если все правильно Получилось Все хорошо Какова доля Выживших Женщин Из первого Класса И доля Выживших Мужчин Из третьего Класса Ага Ну Чтобы Дать ответ Сразу На эти два Вопроса Нам нужно Сгруппировать Сразу По двум Переменным Так можно Делать Но У этого Не очень Приятный Потом Синтаксис В плане Того Что если Здесь стоит Больше двух Или трех Переменных То потом Очень сложно Разбираться С индексированием Значит Вот давайте Сгруппируем По Значит По полу Чтобы Женщин И мужчин Отобрать И по Классу И по Классу Попросим Столбец Survived И посчитаем От него Соответственно Среднее Потому что Нам опять Нужны доли Вот Нам вернется Такой Немножко Странный Объект На самом деле Это тоже Пандасовская Series Но просто С множественным Индексированием То есть У каждого Объекта Есть Индекс Отвечающий За пол И затем Индекс Начинает Дробиться Напад Индекса Соответствующий Классу Это как раз Тот пример Сложного Индексирования Про которое Я говорил В самом начале Что Если у вас Там есть Временной Ряд То можно Сделать Ну вот Ровно Такое То есть У вас Будет Наблюдение Здесь Какие-то Характеристики Которые Соответствуют Одному Какому-то Числу Там Типа Масса Возраст И так Далее И дальше Вот такой Индекс Который Будет Вот такая Индексация Которая По сути Будет Хранить Мини Табличку Соответствующую Значениям Временного Ряда То есть Это Делать Можно Но Если Здесь Появится Например Еще Третий Индекс То Индексы Совсем Наслоятся Друг На друга И Читать Это Будет И Анализировать Очень Сложно Поэтому Этой Практикой Лучше Не Злоупотреблять Но В таких Простых Примерах Мы Можем Посмотреть Нам Нужна Доля Выживших Женщин Из Первого Класса Это 97% Доля Выживших Мужчин Из Третьего Класса Это 13% Ну 14% Но Это Как раз То Про Что Я Говорил Сначала На Лодке Сажали Женщин И Детей Из Первого Класса Поэтому Такая Большая Доля Выживших Ну И В Последнюю Очередь Мужчин Из Третьего Класса Соответственно У них Наименьшая Оцененная Вероятность Выживания Так Есть ли Какие-нибудь Вопросы На данный Момент В домашке Можно Вот так Писать А не Четко Вводить Две Цифры Да Можно Единственное К этому Требуется Пояснение То есть Вполне Нормальный Вот такой Код Но Дальше В ячейке Маркдауна Лучше Пояснить Что Там Доля Выживших Женщин Первого Класса Там Тыры Пыры Не знаю 0.97 Вот Как-нибудь Вот так Тогда Точно К этому Не придерутся И Все Будет Хорошо Ну То есть Мне Такой Способ Больше Всего Нравится И К нему Невозможно Придаться Потому что У вас Есть Код Который Удобно Смотреть Результат И дальше Вы показываете Проверяющему Что вы понимаете Что именно Вам нужно Вот И Мне кажется Такой вариант Оформления Вполне себе Подойдет Так Что такое Команда Assert Команда Assert Это Такой Такая Проверка На то Что Вы Все Делаете Правильно Ну Например У вас Может быть Какая-то Функция Которая Сама По себе Очень Сложная И Ссылается На кучу Других Функций Вот Но вы Знаете Что Где-то В середине Должно Вернуться Число Какое-то Число Или Должен Вернуться Объект Типа Строка Вот Тогда Вы Можете Написать Команду Assert Которая Проверит А действительно Ли Какая-то Переменная Соответствует Тому Чему Должна Соответствовать Ну Например А равно 3 Assert А равно 3 Данная Ячейка Выполнится Потому Что Значение Переменной Равно 3 И Дальше Когда мы Приходим В команду Assert Мы проверяем Действительно Значение Переменной Равно 3 Если Да То Программа Продолжается Если Нет То Возникает Ошибка Которая Показывает Что Где-то Что-то Пошло Не Так И Нужно Что-то Поменять Вот Соответственно Если Здесь Какая-то Была Очень Сложная Функция Там Сложная И Непредсказуемая Функция И Она Вернула Чего-нибудь Там Out Что ж Такое Вот И мы Знаем Каким Должен Быть Out Ну Например Он Всегда Должен Быть Меньше Единицы Потому Что Пусть Out Это Какая-нибудь Вероятность То Мы Можем Поставить Дополнительную Проверку И Проверить Что Out Должен Быть Меньше Единицы И Если Это Действительно Так Наша Программа Продолжит Выполнение Продолжение И Там Например Out Выводится Если же Это Не так И Там Out Равен Не знаю Десяти То Это Значит Что Что-то Пошло Не так И Нам Пишут Что У нас Проблема Assertion Error Значит Нам Здесь Что-то Пришло Не то Что Должно Стоять В условии И Где-то Есть Ошибка Такие Проверки Удобно Ставить Просто Как Просто Для Самопроверки Чтобы Вовремя Отлавливать Ошибки В Домашних Заданиях Они Стоят Исключительно Для Вас Чтобы Вы Ну то есть Если у вас Проходят Все Assert То Скорее Всего У вас Правильно Работающий Код Не факт Что Ответ Правильный Но По крайней Мере Наши Стандартные Проверки Он Проходит Что Уже Вполне Себе Неплохо Вот То есть Это Как бы Такая Дополнительная Проверка Что Вы Делаете Все Правильно Еще раз Не факт Что Даже Если Все Асерты Выполнены Что В конце Получится Верный Ответ Но Это Дополнительная Проверка Что Хотя Бо Чего-то Супер Странного Не Происходит Да Спасибо Большое А можно Еще Вопрос Прям Тезисно Сириус Это В итоге Что Сириус Это Объект Который Хранит Данные Аля Аля В умном Списке Так Скажем Так Где у нас Был Пример Сириус Так Ну то есть В пандесе Есть два Таких Ключевых Объекта Это Соответственно Сириус И Дата Фрейм Сириус Это Грубо говоря Умный Список У которого Есть Соответственно Значение Которое Он Хранит Имена Строчек Название Самого Списка И Тип Значений Которое Он Хранит Таблица Это Сконкатинированные Сириус И у таблицы Есть некоторые методы Которых нету Сириус У Сириус Есть некоторые методы Которых нету Таблиц Но Асириус Разумно Думать Как о Просто как Об умном Списке А о таблицах Ну просто как Таблица с данными Понял Спасибо А сами Домашки Мы же можем Когда загружаем Проверить Правильно Или нет У нас По сути Нет ограничений По загрузке Или как Это работает Насколько Я знаю Ограничений Нет Ну то есть По-моему В init Таске Проверяется Самая последняя Загруженная Версия Если не написано Иначе В условии А Просто сказали Что в принципе Если проходит Assault То значит Скорее всего Верное Выполнено Но при этом Негарантировано Как убедиться Что правильно Все решено Только Постфактум После проверки Тут к сожалению Ответа нет Окей То есть После домашки Получается Вручную Проверяются Да Наши бравые Ассистенты Вручную Будут проверять Все домашки И мы уже Обсудили Что проверять Они будут Не по асердам А по Логике действий То есть У вас может быть Какая-то Очень-очень Странная Логика Там скажем И из-за нее Нет Давайте Другой пример У вас может быть В целом Правильная Логика Но вы Например Ошиблись Где-то Не знаю В одном месте И это Не критичная Ошибка Вот Тогда Ассистент Будет смотреть Не на значение Ассердов А на вашу Логику В целом И поэтому Снимет Например Не так много Баллов Как если бы Мы проверяли Просто по Количеству Прохождений Ассердов Но с другой стороны Здесь есть минус Потому что Все выполненные Ассерды Не означают Что Ответ Правильный Можно На вопрос По задаче Домашки Шестой Там Подсказка Про Деление На ноль То есть Понятно Что Среди отклонения Оно может Ролиаться Нулю То есть На него Делить Плохо То есть Нужно Как-то Там В коде Проверить Убедиться Что Не ноль Что Чтобы На него Не делить Правильно Сейчас Глянем Какая Еще Раззадача Шестая Ну да Это нужно Как-то Учесть Ну то есть Как Какой Вид Проверки Это Все Зависит От вас Но Какая Это проверка Судя по Подсказке Явно Должна Быть Ну да Ну то есть Там написано С if Ами Нельзя Поэтому Какая Другая Получается Так Сейчас Я подумаю Что тут Имелось Ввиду Где написано Что с if Ами Нельзя Наверху Да Там было В начале Все Все Я понял Да В этом Случае Нужно Придумать Какой Нибудь Творческий Метод Как это Сделать Только При помощи Функции NumPy Но Такие методы Есть Вот Надо Проверить Ну то есть Просто Погуглите Сформулируйте Правильный запрос Все Хорошо Ну а в целом В этой машине Можно было Препользоваться Функцией NumPy Если Не написано Иное Вроде Не написано Ну значит Можно Хорошо Спасибо А тут Еще Получается Ну то есть Все О чем Здесь Не написано Этим Пользоваться Можно Да Все О чем Не написано Можно Пользоваться Так Хорошо Тогда На сегодня Мы Останавливаемся Я соответственно Семинары Выложу Ну вернее Этот семинар И семинар Этого года Получается 15.30 Кто хочет Приходите На консультацию Она будет Соответственно По той же ссылке Вот Ну все Спасибо Ну нужно Установить Там до консультации Я сейчас Это скину А что Будет Обсуждаться На консультации Ну Пробязательно По темам Мы посмотрим Мы посмотрим Как работает Гид Ну то есть Там Ad Commit Push Как создавать Ветки Как работать С GitHub Как оттуда Пулить Как решать Мердж конфликты Да Спасибо Ну будет запись Поэтому Если не получается Ничего страшного То есть Там можно Потом просто По записи Посмотреть Если будет интересно Большое спасибо Все Всем спасибо Всем удачи Спасибо Спасибо Спасибо